Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейши Ди. Сегодня интересное видео о том, кто именно стоит за недавними пампами биткоина и почему биткоин, очевидно, будет расти дальше с точки зрения канала ММКрипто. Уж очень он мне нравится. Более того, автор этого канала даже смотрит мой. Это очень неожиданно, но приятно на самом деле. Ссылка на оригинал, как обычно, в описании. Поехали! Сегодня я хочу рассказать вам о реальных причинах пампа биткоина за последние пару недель. Конечно, это не будут просто слова, потому что я предоставлю вам доказательства и данные, из-за которых биткоин, скорее всего, вырастет еще выше, несмотря на предстоящую коррекцию. Но давайте начнем с того, о чем я уже говорил. Недавно я показывал вам данные с UXTO, но теперь мы добавим к этой информации несколько других доказательств. И это даст нам понимание, почему совершился недавний памп биткоина, а также почему биткоин может начать двигаться выше и выше в среднесрочной перспективе. Как я уже говорил, что не только на биржах, но и на биткоин-блокчейне происходят внебиржевые транзакции. Они показывают, что между ценовыми уровнями 3200 долларов и 4200 долларов происходило большое накопление биткоинов. Скорее всего, такое накопление было связано не только с операциями на биржах, но и вне бирж. Такие манипуляции происходили также между уровнями в 4800 и 5600 долларов, что намного важнее. Поэтому давайте мы очень внимательно посмотрим на этот уровень цен вот здесь, где был самый большой объем именно на блокчейне биткоина. Сейчас я расскажу вам причины, а также кто именно, скорее всего, совершил эти транзакции и почему это может стать причиной для будущего пампа. В качестве первого шага, прежде чем мы углубимся в информацию, которую я хочу вам показать, я хочу знать, когда на самом деле произошел самый важный прорыв на графике. Самое важное ценовое движение биткоина было то, которое пробило уровни 6300-6500 долларов. Думаю, вы знаете, что именно на этом уровне была самая сильная линия сопротивления, которая ранее была самой сильной поддержкой. Если называть конкретные даты, то прорыв совершился 6-7 мая. Памп продолжался вплоть до 12-го, а затем еще до 15-го и 17-го мая. Запомните эти даты. Но теперь, ребята, сядьте, расслабьтесь и внимательно смотрите. Это очень важно. Второй по величине экономикой в мире является Китай. Китайская бумажная валюта фактически упала по отношению к доллару США. Соответственно, доллар США вырос по отношению к юаню. Здесь вы можете увидеть, как китайская валюта падает по отношению к доллару США, начиная с 6-го мая. И продолжается это до 17-го мая. Вы сами видите это. Это настоящее безумие, не так ли? Вы скажете, это всего лишь 3% падения, но для валютных рынков это большие цифры, а для такой жирной валюты, как китайская, это действительно сумасшедший процент. Вы можете видеть, что это очень значительный памп для доллара США по отношению к китайскому юаню. Так почему же это важно? Как это связано с тем фактом, что биткоин преодолел это сопротивление? Но у меня было предположение, что китайцы действительно совершают внебиржевые сделки, так как у них существует ограничение на капитал. Также у них существует ограничение на вывод средств за пределы Китая, и очевидно у них есть ограничение на торговлю на биржах. Поэтому очевидный вывод, что они скорее всего совершают внебиржевые транзакции. В качестве следующего доказательства, ребята, я хочу показать вам кое-что еще. Если вы находитесь в Китае и хотите совершить внебиржевую сделку, то вы скорее всего сделаете это с кем-то из Швейцарии, Соединенных Штатов или Великобритании. А также придется обменять свои юани, чтобы купить биткоин, потому что сторонние люди не принимают китайскую валюту. Так что вы отдаете это все своему внебиржевому брокеру или финансовому аккаунту, чтобы фактически выполнить международный свифт-перевод, и тогда другие люди получают другую валюту. Так что это один из важных моментов. Да, ребята, вы можете сказать, что у меня имеется слишком много предположений, но я готов предоставить к ним доказательства. А также рассказать вам, почему биткоин может вырасти безумно высоко в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Поскольку в Китае существуют ограничения на пользование интернета, то граждане не используют Google, они используют Beidou. И то, что вы видите сейчас, является поисковым запросом биткоина в Beidou в Китае. И вы не поверите мне, этот сумасшедший всплеск интереса здесь возник именно 6 мая. Так что 6 мая, за два дня до пампа биткоина, в Китае произошел этот четвертый по величине всплеск поиска биткоина в интернете за всю криптоисторию в Китае. Также он был самым крупным со времен сумасшедшего роста в конце 2017 года. Но если для вас, ребята, это доказательство не является веским аргументом, то розничные инвесторы теперь больше интересуются биткоином, да и Китаем в целом. Итак, здесь мы имеем объем внебиржевых сделок. Видите эту активность практически перед самым пампом биткоина, одновременно с просадкой китайской валюты по отношению к доллару. Также мы имеем этот сумасшедший рост числа поисковых запросов. Так что теперь у нас есть немного больше доказательств того, что розничные инвесторы Китая, а также представители крупных сетей, проявляют весьма большой интерес к биткоину и фактически подталкивают его цену вверх. Как вы можете видеть, прямо здесь у нас есть огромный памп доллара США по отношению к юаню, или же дамп юаня по отношению к доллару США с середины 2018 года. И сейчас многие из вас могут сказать, что вам не нравится иметь доказательства того, что этот объем на самом деле полностью идет из Китая. Поэтому я хочу показать вам кое-что еще. Давайте посмотрим на график цены биткоина по отношению к китайскому юаню. Установим временной период в один год, после чего мы сможем увидеть биржевые объемы биткоина, которые торгуются в Китае. И давайте перейдем к 6 мая. Как вы видите, прямо здесь у нас есть объем в размере 110 миллиардов китайских юань, торгуемых в тот же день. И за считанные дни не только цена возросла, но и объем за 8-10 дней значительно увеличился до 240 миллиардов, что более чем в два раза. Это доказывает, что на фондовых биржах в Китае объем резко вырос еще до первоначального пампа. Так что у нас есть определенный признак того, что всегда, когда китайская фиатная валюта падает, мы получаем увеличение объема и цены биткоина за счет количества людей, которые в этот момент выбирают инвестирование в биткоин. Впоследствии мы получаем цепную реакцию, когда розничные инвесторы также спешат обменять бумажную валюту на биткоин, чтобы своего рода обезопасить себя от ее падения по отношению к доллару. Но почему я выделил для этого целое видео? Да потому что Китай самая большая и важная экономика в мире после США. Да, США все еще номер один в мире, но следом за ней идет Китай. И как вы можете видеть, социальное благосостояние Китая является вторым по величине в мире, 63 триллиона долларов США. Вот и посчитайте, какую роль играет 3% дампа китайской валюты. Я наблюдаю за этой тенденцией в течение долгого времени и только представьте, что может случиться в Китае из-за большого количества экономических факторов, из-за которых китайская бумажная валюта стремится обесцениться еще больше по отношению к доллару США. Если это произойдет, то огромное количество людей в Китае просто потеряют большое количество своих денег, если не будут искать альтернативу. А альтернативу все мы знаем. На этом все, ребята. Комментируйте обязательно. Я думаю, тема достаточно обширная, вам есть что сказать. Поэтому чувствуйте себя свободными в том, чтобы оставить какой-нибудь комментарий. А также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Подписывайтесь на телеграм, ссылка на него будет в описании под видео. И, конечно же, зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok